МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. Сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Сучков, депутат Касимовской городской думы. Здравствуйте! Добрый день, Елена. Нам стало известно, что в Касимове происходит настоящий скандал вокруг городского водоканала. Что же там происходит на самом деле? Действительно ли предприятие обанкрочено? На сегодняшний момент в городе Касимов происходит достаточно, даже не странная ситуация. То есть происходит преступление. В городе группы лиц, в частности, действующими депутатами, такими как Васильев, Шмелев, бывшим заместителем главы города Касимов по ЖКХ и целым рядом действующих сотрудников администрации подготовлена ситуация по выводу водоканала из состава муниципальной собственности. То есть на протяжении последних нескольких лет управленцы водоканала не платили налоги государству. Они накопили задолженность в сумме свыше 74 миллионов рублей. Самое основное то, что у водоканала есть единственный кредитор налоговый. Больше кредиторов нет. Далее, водоканал, как МУП, не владел имущественным комплексом. И в процедуре банкротства, и по факту в процедуре уже ликвидации водоканала администрация города ввела в состав водоканала, МУП водоканал, имущественный комплекс, подготовив его к реализации. Единственное, кто сопротивлялся данной ситуации, это была регистрационная палата, которая не давала ввести муниципальное имущество в состав банкротившегося предприятия. Далее, сформировав кредиторскую задолженность только перед налоговой инспекцией, данные люди сами инициировали процедуру банкротства, то есть официально город инициировал процедуру банкротства и подготовил полностью водоканал к распродаже. То есть что получается? Предприятие с оборотом в 120 миллионов, приблизительно 120 миллионов рублей в год, накопило задолженность в 70 миллионов рублей, выставлено, то есть, скажем так, оно объявлено банкротом. С 25 декабря официально стартует процедура распродажи имущества и по заявлению самой же администрации, свое же собственное имущество за то, что они сами не платили налоги. Далее, они сформировали две компании, водоотведение и водоснабжение, в которых сами являются учредителями. Через эти компании идет трафик денежных средств в полном объеме, то есть они государственными деньгами выкупают государственное имущество и его банкротство. То есть, вы знаете, я достаточно долго в бизнесе, более 20 лет, то есть видел разные ситуации банкротства, но подобной наглой, скажем так, аферы не видел никогда. Я даже, вы понимаете, в мозгу не может уложиться, как государственное имущество за долги перед государством передают конкретным лицам. Причем, что самое главное, нужно понимать, они на сегодняшний момент являются либо депутатами, либо муниципальными служащими. А как вы думаете, это был план такой, или это случайно вышло, а потом они подтолкнули уже? Нет, дело в чем, что на протяжении года я уже неоднократно выступаю и по Касимовскому телевидению, и на многих других каналах, со следующими заявлениями о том, что в городе сформировалась преступная группировка, то есть руководителем этой группировки является, ну, известный, скажем так, товарищ, это господин Провоторов, и его команда в лице Васильева, Ермачихина, ну, и целого ряда исполнителей. То есть эти люди на протяжении последних 15 лет обанкротили и уничтожили основную часть предприятий города. И на сегодняшний момент, учитывая, что у них не осталось собственных заводов, которые, то есть они уничтожили сетевизальную фабрику, они уничтожили кироводочный завод, карьеры довели до банкротства, ну, и так далее. То есть можно очень долго перечислять. И на сегодняшний момент источника дохода у них нет, они принялись за муниципальную собственность. То есть сейчас происходит процедура банкротства ввода канала, следующим этапом готовится процедура банкротства тепловых сетей. И что самое важное, нужно понять, понимаете, дело в том, что тарифы на ЖКХ в городе Касимов в разы больше, чем в Рязани. То есть они и так на сегодняшний момент грабят население, и плюс ко всему, они еще и хотят официально ввести все муниципальные предприятия, всю муниципальную собственность, которая обеспечивает жизнь и обеспечение города себе. Что же тогда будет, как будет развиваться ситуация по вашим предположениям? Если вот им удастся, давайте посмотрим. Если им удастся, скажем так, получить контроль над водоканалом, значит они получат стопроцентный контроль над всеми платежами по ЖКХ. Почему? Именно от воды зависит и отопление, и жизнеобеспечение города. Но дело в другом, понимаете, мало того, что они как бы пытаются получить контроль, это полбеды. Дело в том, что на протяжении более 15 лет они не обслуживают сети. То есть водоканал и другие тепловые сети находятся на грани техногенных остановок. То есть рвутся сети, постоянные аварии. Не чистится резервуар с водой. То есть это прямая угроза 30 тысячам населения города. То есть люди вот в один прекрасный момент, с одной стороны могут остаться без воды, а с другой стороны могут получить просто массовое отравление. То есть ситуация в городе Касимов критическая. Наши предложения, что мы реально предлагаем. То есть группа компаний, которая принадлежит нашей семье, мы готовы выступить буфером. То есть мы готовы вплоть до передачи своих активов в залог, привлечь финансирование, банковское финансирование, на реструктуризацию долгов по водоканалу, реструктурировать задолженность и передать данный водоканал в собственность города. Нам не нужен этот бизнес. Мы не хотим проводить это предприятие через банкротство. Если это сделать, на мой взгляд, это преступление. Я видела сюжеты так же, да, вы не единожды выступали. И люди действительно задают вам один и тот же вопрос. Зачем вам это нужно? Зачем вам надо отдавать 70 миллионов, чтобы не забрать водоканал себе, а отдать опять городу? При всем при этом там наверняка придется почистить людей, которые там работают, чтобы дальше он продолжал правильно функционировать. Понимаете, Анна, дело в том, что, знаете, есть такая поговорка. У катафалка багажника нема. Рано или поздно нам всем придется ответить за те вещи, которые мы совершили в этой жизни. И речь идет о чем? Что, понимаете, вопрос не в деньгах. Вопрос в том, что город Касимов на сегодняшний момент находится в кризисе. Там учится мой сын, там моя семья, там похоронен мой отец и брат. Мы живем в этом городе, и я не хочу его разрушения. То, что эта команда людей сотворила с городом, это страшно. Я не единожды уже выступал, я пытаюсь всеми возможными доступными законными способами, не выводя людей на улицы, все-таки добиться справедливости. Почему? Потому что то, что делает эта команда, это страшно. Как ваши коллеги-депутаты реагируют на ваши предложения? Вы давно, когда вы предложили этот вариант погасить задолженность? Я предложил его, скажем так, в четверг на прошлой неделе. То есть на сегодняшний момент я побывал уже в налоговой, переговорил с конкурсным управляющим. То есть нами подготовлена полностью процедура. Нами уже организована система финансирования, мы уже все выстроили. Со стороны города ситуация очень интересная. Дело в том, что в пятницу, кроме скандала по водоканалу, в Касимове произошло достаточно знаменательное событие. В пятницу приехали в город Касимов руководители федеральных банков инвестиционных. С целью подписания инвестсоглашения о введении очень большого объема финансирования, создания очень большого количества предприятий на территории города. Это целая инвестиционная программа по развитию города и района. И мы, естественно, заблаговременно за несколько недель предупредили и депутатов городской думы, и администрацию города, и так далее, и пригласили их на это подписание. То есть эти документы прошли согласованием через думу и через юридические отделы. Так вот, дело в том, что район, Касимовский район подписал данные документы и готов работать и развивать район, то есть в лице главы администрации района, а город не соизволил явиться. То есть город не интересует инвестиции, город не интересует судьба водоканала, и единственное, что они на сегодняшний момент делают, это попытка рассказать, что Сучков Александр Владимирович сказочник, и что никаких денег он в город не привлечет. – Так, ну, вам препятствия какие-то устраивают? – Да, естественно. – Естественно, они блокируют все проекты, которые я пытаюсь завести в город полностью, да. То есть они не просто препятствуют. Дело в том, что на протяжении последних, скажем так, года против нашей группы компаний была организована рейдерская атака, нас блокировали, уничтожали наш бизнес. В группе компаний работает свыше 800 человек, мы имеем обороты свыше полутора миллиардов. Мы одна из самых крупных частных компаний города. И в лице Васильева, Ермачихина, главы администрации, ну, естественно, духовного вдохновителя Провоторова, против нас была организована рейдерская атака, они блокировали запуск котельной в торговом центре. Мы очень долго судились. То есть за последние два года прошло свыше 200 судебных заседаний. То есть администрация атакует с любой стороны. В данный момент мы находимся в очередных трех судах. Ну и так далее. То есть это нескончаемые судебные процессы. Для чего они это делают? Потому что мы единственные в городе, кто они платят им дань. Мы единственные, кто хочет и хоть что-то делать для города. А им нужны подконтрольные предприятия, им нужно собирать, соответственно, взятки. Неофициально глава города, бывший глава города Васильев требовал с меня взятку в размере 20 миллионов рублей. То есть я, естественно, ему отказал. И, если честно говоря, ну, уже просто это надоело. Сегодня он является депутатом Касимовской городской думы. При том, что население города категорически против данного человека. Дело в том, что по весне, в апреле месяце, свыше 5,5 тысяч человек города, вдумайтесь, население всего 30 тысяч, включая стариков, женщин и детей, подписали официальное обращение к президенту Российской Федерации, на основании которого они требовали проведения проверок в отношении администрации. Потому что администрация, ну, они грабят город. В прямом смысле этого слова. И дело в том, что там вопрос не только в ВДКанале. Финансовые хищения бюджетных средств происходят практически каждый день. Документов море на них не реагируют. То есть ничего не остается, кроме выводить данные, вопросы, в принципе, в масс-медиа. Почему? Потому что я уже просто не знаю. Я написал целую серию заявлений в Следственный комитет о возбуждении уголовных дел в отношении данных товарищей. Пока реакции нет. Соответственно, ну, какими еще законными методами? Но самое главное нужно понять одно. Что бы ни происходило в городе, прежде всего мы должны действовать в правовом поле. То есть мы не должны ни в коем случае призывать к массовым беспорядкам и так далее. И самое основное нужно понять. Дело в том, что в России на сегодняшний момент раскачивают ситуацию. А раскачивают ситуацию с целью, ну, в различные оппозиции и так далее, и так далее. Почему? Да, действия подобных, ну, по большому счету, коррупционеров, они ведут к чему? Где стабилизация обстановки? Именно это и нужно нашим, как говорится, партнерам для того, чтобы у нас было весело, как на Украине. Поэтому позиция очень простая. Сколько бы ни потребовалось времени, сколько бы ни потребовалось усилия, но действовать мы будем только в рамках закона Российской Федерации и с привлечением всех правоохранительных органов. Если правоохранительные органы Рязанского региона не будут, соответственно, реагировать на данную ситуацию, значит, мы будем вынуждены обратиться к федеральным структурам для того, чтобы нормализовать обстановку в городе. Потому что на самом деле город Касимов на сегодняшний момент, ну, практически на грани бунта. Александр, спасибо вам за информацию. Я думаю, что действительно наше интервью, в том числе, поспособствует улучшению ситуации. И на вашу проблему обратят внимание, на проблему города. И действительно разберутся в ней досконально. Спасибо большое. Спасибо, Анна. У нас в гостях был Александр Сучков, депутат Касимовской городской думы от партии «Единая Россия». Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова